Если вы читали такую книжку, интересно, называется «Древняя тайна цветка жизни», написал ее Друнвалом Мильхин Сидек. Кто не знает, у этого человека еще есть, по-моему, то ли две, то ли три книги. Может быть, даже, кстати, и больше. Но они не в открытом доступе, они находятся в секретных библиотеках. Откуда я это знаю? Мне давным-давно жизнь почему-то решила меня познакомить с таким человеком, который их читал. Я тогда, мне тогда было, наверное, лет 20 или 21, и я это все воспринимал как какую-то сказку, игру фантазий. Он мне рассказывал про энергии, плазмы, как происходит перемещение сознания, ну, то есть, такие интересные вещи, путешествия. И мне тогда было просто как подростку тогда, да, вот, ну, юноша, просто интересно вообще, что-то интересненькое, да, вот, я не понимаю, что вообще. Вот, возможно, ты сейчас смотришь, такой, ну, что-то интересненькое, я вот хочу найти на ютюбе, посмотреть, но не понимаешь, зачем. И вот он мне это все рассказывал, и я также не понимаю, зачем, ой, интересно. И знаете, в какой-то момент, это в этой книге, кстати, автор называет сущность, с которой он взаимодействует, тот. Самое интересное в том, что вот я видео выкладывал, там у меня был диалог с некой интересной сущностью. Мне поначалу это было как-то жутковато, что ли, страшно, когда твое тело полностью вот так что-то так проникает. Но коннект был, коннект был, и вот назовем это они, то есть кто, откуда, что, пусть будут они. И поначалу тебе страшно, но потом происходит понимание, что ты, это вот где-то вот что-то маленькое, там где-то на периферии сознания, а вот это большое, оно находится в тебе, как вот отец, да, вот какой-то вот что-то старший брат, я не знаю, у меня нету старшего брата. Что-то вот такое прям огромное наставническое. И тогда вот в этом путешествии он сказал, что я тебя буду учить, я твой наставник, вот именно вот этот наставник. И очень многое всего шло именно с египетской мифологией, я никогда ее не изучал. Мне была интересна греческая, вот там подвиги Геракла, все вот эти дела. Ну, если так задумываться, кстати, кто, кто умеет задумываться, на каких грибах были совершены подвиги Геракла, где он сражался с непонятными тварями. Так, пища для мозгов. И вот тогда этот диалог был, мне было страшновато, но я как-то все такое принял. Окей, все, я буду учиться. И вчера, у меня все время видео записываю после вчера, да. Вчера у меня была нагрузка, кедр, пантерные джентльмены. Как написано в одной из умных книг, напиток богов. Либо еще по-другому это называют сома. Вот все вот эти знания, что самое интересное, они приходят оттуда. То есть ты сначала идешь, и тебе по пути открываются какие-то знания, ты их обнаруживаешь. И тебе вот приходит понимание, смешай вот это с этим. Ты смешиваешь, получается максимально просто, максимально эффективно. Мы это используем на ретритах. Потом после ретритов, когда ты вот такой вот психически измотанный, приходят, возьми вот это, вот этот прибор купи. Я не буду говорить какой, но это тоже из Египта с тех времен. Покупаю, экспериментирую, реально работает. Серьезно, ты восстанавливаешь психическую энергию. Ты такой, ну ладно, откуда я это мог знать? Пусть будет. Потом пришло, что сейчас мне необходим вот этот инструмент для ретритов. Определенная чистота пришла, там форма для чего, как, что это работает. Полностью вся вот эта как zip-файл кидает, распаковка идет. И ты понимаешь, что проводишь ретриты, и уже который человек реагирует очень сильно на этот инструмент. И ты такой, ну откуда я это мог знать? Ну ладно, окей, пусть будет. И таким образом идет вот этот внутренний коннект, как будто с наставником. Вот вчера вот этот диалог интересный был на такую интересную тему, что мы среди вас. То есть мы, вот я их называю они, да, пусть будут они. Не грибы, не там, не, вот они. Ты просто ощущаешь, что это что-то большее. И гриб это всего лишь инструмент, который очищает твое сознание и далее тебя выводит на связь с неким внутренним, да, скажем так, наставником. Но ты не ощущаешь его как внутренний диалог, там, мысли. Это все только в начале. Это когда очистка идет. И ты это ощущаешь как постоянного внутреннего наставника, который находится с тобой, который тебе подсказывает, направляет, что-то говорит, что нужно сделать. Вот относительно недавно, сейчас я еще продолжу, сделаю такую отголосочку. Относительно недавно мне вот в путешествии, у меня было очень сильно путешествие, я немножко не рассчитал с дозировками пантериков, никого не призываю, ни к чему это мой опыт чисто. И мне просто показали, что мы находимся вообще во сне. Ну, то есть, это такой бесконечный сон, зацикленный по кругу. И это напоминает, знаете, как будто компьютерную игру, которую запустили на компьютере, она идет по кругу, но она уже сама себя забагала. И ты как разработчик этой игры, ты загрузился в эту игру внутрь, как в персонажа. И таких несколько, то есть, там, вот представьте, игра, несколько персонажей, несколько разработчиков, допустим, там человек 100-200. Они создали игру, ну, там есть боты, все как положено. И вы таких людей тоже могли видеть, они очень просто мыслят, то есть, у них вообще очень просто все. Ну, вот, правда, вот ты на них смотришь, ничего против не имея, но они очень простые. Ну, живут обычно человеческую жизнью, иногда даже очень простые, им это нравится. Они по-другому не понимают, как. Хорошо, этот мир прекрасен. Пусть будет так. И вот представьте, что разработчики, там, человек 100, решили потестить игру, они в нее загрузились, и в какой-то момент произошел сбой. И этот сбой, как будто ты не можешь из него выйти. То есть, ты загрузился в игру, произошел сбой, ты забагался, игра идет по кругу, и ты внутри, как заложник вот в этой игре находишься, не можешь выйти. А вот эти внутренние наставники, они, они, вот знаете, как некие подсказки, которые приходят, что нужно сделать для того, чтобы выбраться из этой игры. То есть, и получается, что это как будто ты загрузил себя поиграть, но игра вышла из-под контроля, и ты теперь ищешь способы, как отсюда выйти. Ну, такая вот игра. И таких людей немного, на самом деле. Вот я вот это все рассказываю, потому что мне вот это все в трипе, вот этот наставник показал. И вот это как сознанием, это воспринимается как сон. То есть, ты как будто спишь постоянно. То есть, ты вот то ли уснул, то ли умер непонятно. И оно все вот так вот бесконечно, бесконечно. Ты из жизни в жизнь ищешь способы, как выйти. А наставник твой личный, его еще называют ангел-хранитель. Там высшая сила, еще что-то. Оно как некая вот программа по устранению, как искусственный интеллект. Как программа по устранению вот этого бага. Она из жизни в жизнь, она тебе помогает, чтобы ты нашел отсюда выход. Чтобы ты вылез отсюда. Вот такая, знаете, вот представьте, что Нео и вся вот эта команда на корабле, на этом, загрузились в матрицу. Произошел сбой, и они все там находятся и не могут выйти. Вот примерно вот из этой серии. И вот мы как будто сейчас находимся здесь. И вот эти они, они находятся среди нас. Они готовы взаимодействовать с каждым, кто уже ощущает в себе, что вот это, такие люди обычно очень с детства странные. Странные для большинства людей. То есть, вот у нас сейчас девушка приехала на ретрит, 23 года. Она говорит, я всегда была одиночкой. Мне не о чем было разговаривать со сверстниками, там с одноклассниками. То есть, ну они какие-то очень простые все. Не потому, что она там такая высокомерная, там еще что-то. Нет, просто не о чем разговаривать. И когда я вот хочу с кем-то что-то заговорить, я понимаю, что человек меня не понимает. У него очень простые элементарные цели, там, надо заработать бабла, там, надо еще что-то. Зачем? Надо инвестировать. Зачем? Никто не знает. И вот вся вот эта игра, которая сейчас идет. А, ну и вот эта девушка. Она говорит, я думал, что я странная, что со мной что-то не то. А потом оказалось, я вот попал на видео, на твое, и я понимаю, что человек говорит все вот это, и со мной прям резонирует, говорит, прям вот аж до мурашек. Я, говорит, понимаю, что в этом что-то есть. Но я не могу объяснить, что. И я понимаю, что я такая не одна. И проблема реально не во мне, а проблема вот реально в обществе. В обществе. Вот такое оно есть. А ты почему-то, как белая ворона, всегда смотришь на это общество и думаешь, что проблема в тебе. Потому что мозг считает, что большинство не может ошибаться. И вот у меня такая вот задача, вот такое вот предназначение, вот говорить тебе простым языком на абстрактные темы. Большинство его не понимает, но вот так вот. Вот я это рассказываю. И ты, возможно, сейчас понимаешь такое, что, слушай, а что-то в этом есть. И вот эти они, которые являются вот этими наставниками на определенном этапе, когда человек готов, они помогают ему развиваться. Они помогают ему способы, чтобы выйти отсюда. Чтобы вот дойти, вот выйти, вот чтобы из этого бага выйти, исправить его. Потому что, обратите внимание, мы реально живем в каком-то забаганном мире, который с каждым годом как будто сам себя вырождает. И вот эти они, да, он рассказывал, что сейчас идет вот некое отделение, вот грубо говоря, зерен от плевел. Это такое грубое сравнение. Но вот сейчас условия, все вот эти события, все то, что тут происходит, направлено на то, чтобы разделить человеческое сознание по двум векторам. Это вот как ножницы. Чем дальше, тем контраст будет сильнее. И вот которые в одну сторону идут, это те, которые на деградацию, что ли. Вот будет выводиться новый тип человека. Вот как-то вот так вот было. Вот знаете, как вот там курей селекционируют, там разных других животных. Вот именно селекция какого-то вида под какие-то определенные задачи. И как бы это грубо ни звучало, но сейчас идет селекция человека под какие-то определенные задачи. Какие, я не знаю. Наверное, что-то из серии вот прям грубого биоробота, чтобы просто выполнял задачи, ничего не говорил, ему было все достаточно. И это вот как раз один из инструментов деньги. Если вы напишите по-английски манки, обезьяна, и уберете эту букву, то останется маней. То есть инструмент для манипуляции сознанием обезьяны. И идет второе направление. Вот те, которые отсюда отделяются, те, которые готовы. Вот у них уже происходит отделение, и они вот уже готовы вот туда вот выйти из этой забаганной игры. Они уже находят, вот как лабиринт, знаете, из этого лабиринта находит выход и выходит туда. То есть вот как будто вот так вот. И сейчас, вот я тоже в книге об этом писал, в «Симуляторе жизни», что у нас сейчас такая сна и незадача. Мы на вот этой планете с определенным уровнем сознания, по-моему, оранжевым даже, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, то есть на низком уровне. Да, на оранжевом, потому что красный – это совсем-совсем очень сложный для продвинутых, как говорится, а сейчас оранжевый. То есть это хотя бы планета, где есть информация о каких-то сакральных знаниях. И вот эта сейчас планета здесь находится. И наша задача – не менять общество. Мы ему не мешаем. Вот какое оно есть. Если они среди нас, и они вот это все придумали, они все вот это делают, все вот это происходит селекционированием сознания человека в том направлении, и отделение зерен от плевел для этих, мы им не мешаем. Наша задача – просто помогать тем, кто готов, выдергивать их. Вот как, знаете, точечно. Вот этот человек готов, и он сам находит себя. И реально это так работает. Человек рассказывает, я, говорит, тебя смотрю, и я понимаю, что мы знакомы. Вот у нас до этого, до девушки приезжал парень, он говорит, я смотрю, я понимаю, что мы с вами как будто знакомы уже очень долго. А о чем это говорит? Что мы уже постоянно вот так вот по кругу, в забаганной игре уже все это идет, мы что-то развиваемся, что-то делаем, это все бесконечно, и мы ищем вот эти способы выхода из лабиринта, чтобы отсюда выйти. И, походу, у нас получается это хреново, раз так происходит. И, ну вот, наверное, хреново у нас все это получается. Но, по крайней мере, вот мы вчера с Надей шли, разговаривали, мы вообще гордимся собой, на самом деле, что нам удалось дойти до такого уровня сознания, когда за 72 часа мы делаем с человеком то, что ни один психолог не сделает даже за год. И мне очень нравится, что последнее поколение, вот 20-25 лет, у них еще сознание очень гибкое, у них нейронные связи очень гибкие. И если вы смотрели фильм «Атрица», вы его смотрели, помните, там Морфео сказал такую фразу, что мы не пробуждаем взрослых людей, потому что их психика может не выдержать. Потому что вот эти нейронные связи, они уже закостенелые. Их придется ломать. А это всегда боль, это всегда травма. И мозгу проще обесценить весь полученный опыт, сказать, что это глюк наркоманский. Ваше сознание даже не представляет, как вас обманывает. Сказать, что это наркоманский глюк, это все неправда. Но когда человеку 20-25, и у него все вот так вот включается, вот прям ты ему показываешь, вот туда иди, и он аж бежит туда. И все получается очень легко. Первые звоночки в 33. Если человек вот не понял вот это, 33. Обычно все там начинает рушиться, ничего не получается, потеря смысла жизни. Многие это называют этим. Кризис среднего возраста. Пусть будет так. А в 40 уже включается программа самоуничтожения, и человек плавно, плавно, плавно уходит в саморазрушение. Это, есть, конечно, единичный случай, но в большинстве случаев это так и работает. И вот они, они, которые среди нас, они это все программируют, все вот это делают, все вот это, можно называть это даже архитекторы пространства. Можно даже. Но это будет очень грубо. Очень грубо. Вот есть вот эти внутренние наставники, которые с определенного момента приходят в твою жизнь, говорят, я тебе буду помогать, я тебя буду обучать. У меня это произошло, считайте, вот относительно недавно, когда я видео выпускал, что диалог с интересной сущностью, вот только тогда у меня было, не знаю, сколько трипов, я не знаю, сколько я пантериков съел, но только тогда у меня поменялись вот эти мои костенелые убеждения, и оно все переключилось, и начался только процесс обучения. И тебе показывают, вот, вот, и ты идешь по улице, ты понимаешь, как это все работает, как этим всем управляют, как этим всем манипулируют, что для людей создали специальные условия, в которых они не могут по-другому, просто вообще никак. Ты понимаешь, что ты на это повлиять не можешь, и вот, как Иисус сказал, здесь остается только сострадание. Это вот взяли, давайте простой пример возьму, обезьянку, и научили ее, вот ты делаешь вот это, мы тебе даем еду, потом ее помещают, допустим, в какую-то клетку ограниченную, ограниченное пространство, и говорят, вот, все, ты теперь будешь жить здесь, и делать вот это, и за это будешь получать еду. и у человека выбора не остается. И вот реально только единицы могут из этого выбраться. Вот задумайся, ты на какой ветке находишься, которая идет вот туда, в сторону осознавания, что ты разработчик, который забыл себя в этой игре, и ищешь способ, как выйти, или же ты идешь туда, в сторону, где манки и мания. Нашел себя в себе, найди себя в других. И вот этим найти себя в других мы и занимаемся. Это прекраснейшее направление, и мы от этого просто кайфуем вообще. Ой, много уже наговорил. Сейчас собираться будем на ретрит. Поэтому всем хорошего дня, отличного настроения. Все ссылки оставлю в описании. Все начинается с тебя. И прощаюсь с вами.